Приветствую вас друзья мои, смоленский блогер Евгений Гордеев снова с вами Друзья мои, сейчас в преддверии новогодних праздников Самое время припомнить, с чем только не бывают пироги И с мясом, и с капустой, и с яблоками, и с печенкой И я затрудняюсь сказать, с чего только можно не положить в эти прекрасные творения Наших жен, бабушек, матерей, ну и подруг Ну может быть уже и деток у кого-то выросли, дочки, которые прекрасно готовят А у нас с вами нынче, не поверите, пирог с матом В питерском аэропорту Пулково 18 декабря, в воскресенье Был задержан депутат Госдумы от Единой России Экс-чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог Дмитрий Пирог, красивая фамилия, многообещающая Предположительно, вначале так предполагали Он был задержан сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка А именно, говорят, что он смотрел футбол, в это время Франция играла И громко и нецензурно при этом выражался Вот как бы и получился у нас пирог с матом Дмитрий Пирог с матом Ну, потом, когда стали разбираться, оказалось, что он во время просмотра матча Пил не что иное, как дорогущее французское шампанское Заедал шампанское креветками и всяческими другими деликатесами И наел при этом на сумму 20 тысяч рублей Именно такой счет ему предъявили Здесь, в кафе, наверное, аэропортовском или ресторане Где он там смотрел футбол Естественно, вначале, я думаю, он поперхнулся, видя такой счет А потом заматерился Да и кто из нас не матерился, порой придя в магазин И увидев, как растут цены на продукты И даже на продукты первой необходимости Я думаю, все этим шалели Но, так сказать, нам это прощалось Поскольку мы не чемпионы мира и не пироги А его пришли урезонивать сотрудники полиции Он на них тоже, так сказать, спустил полкану И в связи с этим, даже несмотря на то, что у него мандат депутата Госдумы Его все-таки пригласили Я не знаю, как они приглашали Все-таки чемпион мира, бывший, хоть и бывший Но в отделении полиции И там, видимо, составляли или составили Или уже наказали на него соответствующий протокол О нарушении общественного порядка Хотя Толку от этого протокола мало Депутат Госдумы лицо Неприкосновенное И Привлечь его К административной или уголовной ответственности В принципе, можно только С разрешения С разрешения Государственной Думы Понимаете? Ну, кто будет ради протокола О мелком хулиганстве О нарушении общественного порядка В общественном месте Писать кучу бумаг И ждать ответа на эти бумаги Я думаю, что поговорили с ним И отпустили Восваясь Ну, а Дмитрию Пирогу Я думаю Не только надо сделать выводы Из этого случившегося Но и выводы О том, что Несмотря на то, что депутаты наши Получают Баснословные суммы Ежемесячно За свою депутатскую деятельность И там на мелкие расходы И на проезд И на прочее И на снятие жилья И прочее, прочее, прочее Набегают Немыслимые какие-то Для уразумения Простым человеком суммы Все-таки Пить Апрау Дюрсо А не Какой-нибудь Шабли Депари Ну, это я сейчас походу Выдумаю Шампанское И Заедать не королевскими Устрицами А Простым Нашим Салом Друзья мои С вами был Евгений Гордеев Из славного города Героя Смоленска И я выражаю Огромную благодарность Всем Тем, кто участвует В жизни И деятельности Нашего Приюта Котоваси 67 И вот Недавно Буквально вчера В 20.15 Игорь Владимирович Ка прислал Тысячу рублей Сообщение Приюту На корм Спасибо огромное Игорь Владимирович Вам Душевное спасибо Здоровья Вам счастья Всех благ И Хорошего Нового года Вашим родным И близким Вам лично Огромное спасибо И дай Бог Чтобы У вас В вашей семье Было все Все хорошо И прекрасно Ну а нам всем Я желаю Тоже крепкого здоровья И Мира На Украине Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok